здравствуйте с вами Марина Рыкальна и мы продолжаем наводить порядок на своем участке присоединяйтесь если земля под газоном хорошо просохла это значит что по нему можно ходить и сегодня первое что мы будем делать вычесывать старую траву которая умерла за сезон почва под газоном сильно уплотняется ведь мы по нему ходим мы его часто поливаем а корням нужен кислород поэтому следующим этапом беру вилы втыкаю сантиметров на 15 и слегка раскачиваю делаю это через каждые 10 сантиметров сначала по газону я раскидаю гранулированное органическое удобрение из расчета 30 грамм на 1 квадратный метр это наши любимые витамины для растений в составе есть азот фосфор калий но самое главное что здесь есть магний и железо от этого зеленая травка будет еще зеленее продукт приготовлен методом глубокой ферментации органики дополнительно его обогатили микроэлементами и здесь есть более 40 аминокислот и точно такой же состав у меня есть жидкие а жидкие витамины они будут моментально доступны растениям учитывая что сейчас уже почва прогрелась и достаточно для этого тепло 10 миллилитров удобрения на 1 литр воды и слегка смачиваю чтобы питание не уходило далеко вглубь а досталось прямо только корешка продолжаем работу на грядках посмотрите на мой чеснок он зеленый перышки уже начали расти и кончики не желтые половина грядки пустая я планирую здесь высадить лук порей возможно посажу корневой сельдерей пока не решила и грядку нужно заправлять и я хочу одновременно сделать подкормку чесноку и этими же продуктами заправить грядку и такое возможно у меня в руках концентрат для быстрого улучшения и восстановления плодородия всех типов почв и конечно же это продукт натуральный этот продукт одновременно будет улучшать проживаемость всей рассады которую мы будем высаживать на свои грядки он будет приводить в норму уровень кислотности и будет способствовать развитию полезной микрофлоры здесь фульвовые кислоты гуминовые кислоты этот продукт можно использовать без исключения для всех растений и очень удобно добавлять в лунки если мы сейчас будем сажать плодовые ягодные культуры от 25 до 50 грамм на один квадратный метр далее между рядками чеснока я буду вносить компост и под заправку этой грядки также добавлять этот компост но конечно выгоднее всего добавлять компост при высадке рассада обязательно будем это делать прямо в лунку компост у меня не совсем обычный компост я взяла изготовленный из индюшинного помета чем он отличается от других компостов отличается повышенным содержанием органического фосфора как ни крути а урожай наших растений зависит именно от мощности корневой системы а фосфор как раз и будет формировать у растений эту самую мощную корневую по эффективности этот компост будет легко конкурировать с минеральными удобрениями траву которую сняла с газона положу между рядками чеснока так сказать замульчирую у нас почва супещаная прогревается быстро если у вас тяжелая почва мульчирование отложите на более позднее время постепенно старые деревья в своем саду мы меняем на новые и в прошлом сезоне я посадила шарафугу очень интересная культура шарафуга это гибрид между абрикосом сливы и персиком довольно крупные 30 граммовый плод похожий по вкусу на алычу самое важное в первые годы жизни дерева это правильно его сформировать к сожалению в питомниках это не делают а хотелось бы и вот здесь мы видим рогатку осенью я не могла срезать второй ствол сделай это сейчас вот такие вот рогатки приводят в итоге к разлому и нужно обязательно одну из них срезать конечно же всем хочется чтобы деревья плодовые росли быстрее чтобы лакомиться скорее урожаем и в связи с этим дачники часто задаются вопросом а чем же таким подкормить деревья чтобы они начали расти быстрее но перекармливать плодовые деревья в первые годы жизни ни в коем случае нельзя и поэтому я до сих пор не понимаю зачем ученые агрономы советуют закладывать в посадочную яму большое количество минеральных удобрений в моей яме исключительно качественная органика и этого вполне достаточно в приствольный круг я добавляю немного гранулированного натурального удобрения примерно 150 грамм и затем эти гранулы где-то сантиметров на 5 нужно заделать в грунт в первые 5-6 лет жизни дерево пока она развивается и корни уходят на периферию мы не должны в приствольный круг что-либо сажать тем более газонную траву это будет сильная конкуренция за питание приствольный круг лучше держать под слоем хорошей мульчи поэтому возвращаем мульчи на место у меня сосед спрашивает сегодня посмотрев издалека почему у него газон весь желтый а у меня газон выглядит прилично то есть много зеленой травы чтобы быть тем соседом у которого трава всегда зеленее нужно посеять мятлик это многолетняя газонная трава которая после посева растет не так быстро как хотелось бы не так как остальные но в итоге когда мятлик все-таки вырастет травинки у него будут нежные и у мятлика потрясающая зимостойкость и мятлик не вымокает так как другие виды газонной травы кроме медленного изначального роста у мятлика есть еще один на мой взгляд существенный недостаток эта трава обычно в два раза дороже чем другая прежде чем покупать какую-либо трава смесь изучите состав от на этих пачках очень удобно описаны вида газона и состав трав а затем внимательно изучите какими свойствами обладает тот или иной сорт травы довольно долго я занималась ландшафтным озеленением участков и от хозяев часто поступал запрос я хочу газон который вырастет просто молниеносно причин может быть много например у меня через две недели приезжают гости у меня в руках как раз таки такой газон который вырастет очень быстро и в составе я вижу четыре травы но за счет чего этот газон будет быстро зеленый а все потому что в составе я вижу райгресса однолетний его здесь немного всего лишь 15 процентов но вот он даст ту быструю зеленую лужайку на следующий год его конечно уже не будет но остальные три травы в это время уже окрепнут и у вас вновь будет хороший зеленый газон то есть никакого подвоха также есть трава смеси которые предназначены для посева в тенистых уголках сада и тем более надо тщательно выбирать газон если вы планируете его активно использовать если у вас дети если у вас животные и газон будет постоянно вытаптываться то вам конечно нужна спортивная смесь постепенно вся рассада переезжает в теплицу на адаптацию ей конечно здесь жарко листочки у нее падают но ничего и уже сейчас в теплице я начинаю засаживать кашпо декоративными растениями чтобы на майские праздники уже выставить их под нетканый материал на адаптацию а через еще одну неделю уже будем выставлять под прямые лучи солнца рассада петунии выглядит прекрасно но в этом сезоне я ее не выращивала самостоятельно это сделала моя дочка она является оператором нашей программы и это первая ее рассада у меня кашпо на 10 литров и в него будет высажена всего одна петуния грунт я беру торфяной с добавлением биогумуса 10 процентов перлита и теперь осталось заложить только питание лето слишком короткое пролетает мгновенно и согласитесь что хочется больше времени все-таки уделять отдыху кайфовать на своем участке а не заниматься еженедельными подкормками растений поэтому в кашпо я всегда закладываю питание пролонгированным и конечно же это будет ионидный субстрат как раз хватит на весь сезон почва в кашпо быстро перегревается и вот у этой добавки есть одно преимущество перед другим питанием дело в том что даже в таких вот условиях жары растение все равно смогут извлекать из этой добавки питательные вещества а значит у них будет хороший иммунитет и цвестия не будут на протяжении всего лета для лучшей адаптации снятия стресса и для того чтобы петуния лучше прижилась на новом месте корневую систему я тоже обсыпаю ионидным субстратом и еще люблю добавлять ионидный субстрат на дно посадочной ямке чтобы у корней сразу было питание после посадки все бутоны цветы я обрезаю осталось только полить через неделю посмотрим обязательно вам покажу какой у нас будет результат да дорогие друзья в московской области есть селекция в россии есть селекция сейчас мы находимся в селекционной теплице здесь размножаются родительские формы огурца гибрида первого поколения перед вами материнская форма огурца лихач обратите внимание здесь семенники все опылены от искусственного опыления каждый цветочек вручную сотрудник теплицы опылял и теперь вот в этом семеннике семена мамы лихача дорогие друзья и дальше нужно будет позаботиться о папе а папы у портена карпического гибрида лихач 21 папа сейчас перед вами это папа гемофродит дорогие друзья отсюда собираются семена все от искусственного опыления и в будущем будут высеиваться семена папы семена мамы с папы мы будем брать пыльцу и опылять на рыльце пестика мамы и будет завязываться уже семеник откуда будут собираться семена и это будет нет это будет еще не лихач это будет промежуточная версия это будет гибрид который нам потребуется для скрещивания дальнейшего потому что отечественный гибрид огурца лихач он из трех скрещиваний состоит мама скрещивается с папой получаются семена которые опять служат мамой и скрещиваются уже на второй год со следующим папой пойдемте покажу перед вами второй папа огурца лихач отсюда будут собираться семена высеиваться будут выращиваться растения из них собираться пыльца ну скорее даже сказать не пыльца от цветки и этими цветками уже будет опылен тот самый гибрид который называется лихач отечественной селекции и для этого нужен еще один год потому что семена нужно произвести и еще один год для того чтобы пройти грунт-контроль для того чтобы произвести качественные семена огурца гибриды первого поколения например отечественный гибрид лихач требуется четыре года так что сами судите может ли стоить дешево хороший партенокорпический гибрид огурца я думаю нет еще немного и мы будем высаживать свою рассаду сначала в теплицу а затем в открытый грунт в грядке и в этом сезоне в очередной раз я хочу вас убедить попробовать при посадке использовать микорезу у меня в руках премиальный препарат микореза чем же он отличается от других препаратов прежде всего конечно составом здесь есть не только микореза производители добавили сюда большое количество других штаммов микроорганизмов которые помогают микорезе прижиться на корнях растений они помогают размножаться и все что здесь есть действует сообща для того чтобы защищать наше растение от патогенной микрофлоры и для того чтобы нашим растениям дать доступное питание здесь есть энтробактеры бацилла субтилис азот фиксирующие фосфор калий мобилизирующие бактерии перечислять можно бесконечно при высадке рассады небольшое количество этого порошка наносим прямо на корешки и сажаем это будет идеальный вариант но в принципе из этого препарата можно готовить рабочий раствор то есть развести его в воде затем я вам неоднократно летом показывала как у своих баклажанов зоне корней я делала углубление дырочки и вот в эти дырочки заливала раствор чтобы он попал прямо к корням микориза это то за счет чего в природе не тронутой человеком как раз и питаются растения они поэтому так хорошо себя чувствуют и выживают чтобы микориза хорошо прижилась после посадки почву нужно замульчировать и желательно больше не делать никаких обработок и не использовать никакую химию и вот тем более микоризу нужно вносить под многолетние растения где вы не делаете никаких обработок ну например растет у вас плодовый сад вокруг газон вот идеально пролить все плодовые культуры этим раствором тем более понадобится всего лишь две чайные ложки на 10-20 литров воды и вот таким образом микориза приживется через месяц обработку нужно повторить на прилавках магазинов мы видим шикарные здоровые грозди чем же в промышленном производстве обрабатывают виноград что он не поражается болезнями и вредителями опасное заболевание на винограднике это аидио посмотрите внимательно как она выглядит возможно у вас именно она с ним получить урожай не получится и вредитель клещ паутинный клещ и войлочный клещ зудень сейчас он тоже у нас стал повсеместно встречаться потому что саженцы стали завозить из южных регионов и наградили нас этим клещом на листьях винограда вы видите вздутие вот такие же красные вздутие как на красной смородине и внутри с нижней стороны налет вот там и сидит этот клещ и с аидиумом и с клещом в промышленных масштабах справляются при помощи препаратов серы и для дачников сейчас тоже есть сера в небольших упаковках специально предназначенная для небольших приусадебных участков готовим рабочий раствор по инструкции обработку делаем в безветренную погоду либо рано утром либо вечером на заходе солнца важно не делать обработку когда палит солнце когда слишком жарко потому что вы можете просто сжечь то есть навредить вашему винограднику препарат имеет третий класс опасности для человека также третий класс опасности для пчел то есть мало опасное вещество тем не менее соблюдайте меры предосторожности всегда надевайте перчатки и респиратор если на вашем участке на винограднике есть такие проблемы то первую обработку нужно сделать успеть профилактическую когда это лучше сделать обычно я это делаю когда только-только начинают распускаться листья в это время клещ уже активен последующее опрыскивание нужно сделать с интервалом в 7-10 дней и далее уже по вновь распустившимся листочком вы увидите сработала ли ваша обработка или нет как правило она очень быстро и здорово помогает если на яблони и груши у вас есть парша и мучнистая роса то в этом случае сера тоже отлично помогает первую обработку делаем по зеленому конусу и вторая обработка по розовому конусу здравствуйте дачники с радостью мы начинаем но в дачный сезон и мы будем усиленно заправлять грядки и в новом сезоне мы вновь вам покажем как можно получать большой урожай на органических одобрениях наша команда проделала огромный труд чтобы создать одобрение которое по эффективности уже конкурирует с минеральными и что немаловажно перед нами стала задача сделать бюджетное одобрение которое могут позволить простые дачники для тех кто любит минеральное одобрение будем показывать как это сделать грамотно чтобы не навредить почве и своему здоровью мы можем скоро столкнуться с тем что у лука чеснока будут желтые кончики это далеко не всегда связано с не остатком азота поэтому я рекомендую использую одобрение комплексное кстати если вам нужно дать питание быстро то вы можете сделать настой и подкормить этой пачки 900 грамм хватит чтобы заправить 9 квадратных метров под лук здесь оставить смеси органических компонентов которые питают длительное время и защищают от вредителей а также специальные микроорганизмы которые помогают развиваться корневой системе используя это удобрение нам не нужно вносить дополнительные микробиологические препараты мы экономим деньги и время в линейке есть органические подкормки для всех дачных культур которые выращивают на участке к примеру в одобрении для цветов акцент сделан на стимуляции роста и цветения а для ягод для стимуляции плодоношения и витаминизации плодов в одобрении для картофеля акцент на дополнительной защиты от вредителей проволочника нематоды хруща а в одобрении для огурцов дополнительный природный биостимулятор а стимулятор мы используем натуральный на основе морских водорослей самый частый вопрос который задают дачники чем обрабатывать сад на нашем массиве уже есть бактериальный ожог груши соответственно он будет на всех участках без исключения благо что поражает он исключительно молоденькие груши которые вы только посадили они не имеют иммунитет взрослые растения не болеют переживать не стоит вы видите обугленные макушки черные листочки вот с этим заболеванием конечно нужно бороться но средства там не опасные нам нужно использовать антибиотики несколько раз затем мы применяем микробиологические препараты чтобы восстановить микрофлору все как у человека если в вашем саду поражается примерно треть урожая плодов вредителями то есть опадает вы видите червивые яблочки груши то мне кажется химии бороться не стоит это естественный процесс и немножко снижаем тем самым нагрузку из деревьев тут важно собирать падалицу закапывать ее поглубже либо складывать в пакет и или просто удалять с участка я предпочитаю всем своим плодовым растением без исключения в саду давать специальные коктейли и каждый раз я составляю разные ну к примеру что можно положить в коктейль мы можем делать верми компостный чай там огромное количество полезных микроорганизмов для этого нужно один стакан компоста из собственной кучи настоять сутки в ведре воды желательно подключить аэратор чтобы был воздух мы можем приготовить настой биогумуса и добавить туда например любой питательный готовый коктейль важно чтобы у этих коктейлей были натуральные составы каждый раз коктейль не забывайте добавлять микробиологические препараты где есть бацилла субтилис и желательно триходерма всегда добавляйте прилипатели это защита от болезней это защита частичные от вредителей и прилипатели экономит наше средство они лучше закрепляют раствор и не дают ему быстро смываться если все-таки проблемы с вредителями существует то попробуйте для начала белый сектицит возьмите большой пузыречку как раз предназначен на 10 литров мы можем в коктейле отправлять микроэлементы они есть в магазинах и также аминокислоты с аминокислотами все питание усвоится гораздо быстрее и более полноценно не забывайте про экстракты кедра хвои сосны они и профилактику от болезней проводят и дезориентируют вредителей если ваше яблоня пахнет елкой то плодожорка полетит к соседям раздавайте питательные коктейли утром или вечером это совсем не сложно особенно если у вас есть 10 литровый опрыскиватель аккумуляторный такая работа превращается просто в радость вы гуляете по саду и без исключения раздаете этот коктейль всем растениям он подойдет любым когда вы купите новый опрыскиватель достанете батарею нужно обязательно полностью зарядить зарядное устройство входит в комплект вставляем подключаем у меня обновленная версия опрыскивателя немного доработали систему еще появилась вот такая удобная спинка она будет снижать нагрузку на вашу спину потому что 10 литров для девочек например все таки это существенный вес в комплект входит три насадки здесь будет и веер и струя и все что хотите можно обрабатывать одновременно при помощи этой насадки и снизу и сверху аккумулятор полностью заряжается 4 часа после полной зарядки его бесперебойное время работы составит около двух часов обычно одной зарядки мне хватает на 3-4 обработки всего сада не пренебрегайте фильтром когда вы заливаете рабочие растворы потому что именно какие-то хлопья грязь могут приводить к поломкам мало кто знает но в рукоятке тоже есть фильтр его нужно иногда доставать и промывать